Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазов. Несколько месяцев в Украине работает пилотный проект по референтным ценам на лекарства для больных гипертонии. О том, как, собственно говоря, чувствуют в этой связи себя как больные гипертонии, так и аптечные сети. Сегодня поговорим с гостем нашей программы, которую я с удовольствием представляю. Эксперт на фармацевтическом рынке, владелец сети аптек Александр Демченко. Здравствуйте, Александр. Давайте для того, чтобы хотя бы вкратце наши зрители разобрались в сути вопроса, посмотрим небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги из медиагруппы «Объектив». 150 на 100. Александра Добровольская от повышенного артериального давления страдает уже не первый год. Сетует лекарства для гипертоников стоит дорого, а принимать их нужно регулярно. Поэтому пилотный проект по льготной продаже препаратов для снижения давления восприняла на ура. Говорит, со скидочным рецептом лекарства стали доступнее. Правда, скидку хотела бы посерьезнее. На некоторые лекарства очень маленькая скидка. Вот в декабре давали мне, и сейчас там небольшая скидка. Ну а так нормально, выписывают все, что надо. Льготная программа по инициативе президента в полной мере реализуется с начала 2013 года. В Харькове составлен реестр больных гипертонии. На реализацию этой программы госбюджет Харькову выделил практически 6 миллионов гривен. Больной оплачивает лишь часть лекарства, остальные деньги за препарат платит государство. Всего в городе Харькове в реестре больных гипертонической болезнью 320 тысяч. С января по март 2013 года выписано более 93 тысяч рецептурных бланков для льготного приобретения лекарственных препаратов. Рецепты гипертоникам выписывают врачи местных поликлиник. Тем же пациентам, которые не могут самостоятельно прийти в больницу, участковые врачи их приносят на дом. Уже с этими рецептами гипертоники идут в аптеки, где отпускаются льготные препараты. В Харькове в пилотном проекте участвуют более 50 аптек. А всего в список скидочных препаратов входят более 100 наименований. Скидки на них устанавливает Министерство здравоохранения. Вот в среднем мы анализировали, ну всяких препаратов же много. Получается от 15, ну где-то 10 процентов, ну это очень мало препаратов. До 50 процентов, прилично довольно. Чем дороже препарат, тем больше получается компенсация. Участие тех или иных аптек в госпрограмме дело добровольно, уверяют предприниматели. Александр Демченко говорит, никто принудительно никого не заставит продавать лекарства по государственным скидкам. В каждом городе существует такое фармацевтическое управление при облдержадминистрации. И данное управление, вступая в переговоры с предпринимателем, выбирает те или иные сети. Однако говорить, что президентская программа совершенно не приходится. Ведь не все гипертоники довольны ее работой. Раиса Толмачева сетует. Когда покупала по скидочному рецепту препарат, даже не предполагала, что останется в минусе. Когда я пришла домой и посмотрела на чек, я это лекарство пью, я просто покупала здесь вот в аптеке себе это лекарство. Оказывается, оно значительно ниже той стоимости, которую я заплатила вот по этому льготному проекту. Городские власти уверяют, контролировать все аптеки невозможно физически. И уж тем более те, которые в президентской программе не участвуют. Они могут специально снижать цены на препараты, чтобы получить больше выгоды. Этот процесс нами практически не управляем. Это система ценообразования в тех аптеках, которые работают и продают лекарственные препараты. Если раньше вся аптечная сеть подчинялась медицинскому вектору, и мы могли с ними сотрудничать, то сейчас это частные предприятия, которые живут по своему уставу, по своему закону. Первые результаты работы пилотного проекта внушают оптимизм. Скидки на препараты порой превышают 50%, льготных аптек по всему городу предостаточно, а рецепты гипертоникам выписываются без лишней волокиты. Такая деятельность и такой закон имеет право на жизнь, потому что, в принципе, это небольшой, но шажок в сторону населения. А чего же небольшой это шажок? Говорят, 50%, ничего себе небольшой. Знаете, изначально, посмотрев этот сюжет, я категорически не поверю или не соглашусь с данным утверждением, что скидки доходят до 50%. Почему? Потому что все постановы Кабинета Министров, которые вышли в последнее время, они четко регламентируют ценовую политику. И вот этот пилотный проект, и все референтные цены, там четко указана. Вот последняя постанова, которая действует сейчас, это 697-я постанова, которая внесла изменения к 419-му, не постанова Кабинета Министров, это приказ Министерства Здравоохранения Украины. Так вот, там действуют четко, так сказать, граничные потолки наценки на медикаменты. Самая верхняя граница, которая позволяет наценить оптовику не больше 10%, и розничные сети 25%, это те препараты, цена, которая в розницу доходит до 100 гривен. Свыше от 100 до 300, там наценка регулируется 23%, от 300 до 500 20%, дальше следующая ценовая политика 15%, и те препараты, которые свыше 1000 гривен, на них разрешено делать наценку не более 10% в розницу. Поэтому о каких 50% речь ведется, я в это не верю, и покажите мне хоть одну аптеку, которая делает 50% скидку. Категорически не согласен, не верю, и я думаю, что это заблуждение, которое или неправильно истолковано, или неправильно, так сказать, понято население. А вот эти проценты, они от стоимости препарата на... В розничную сеть. Нет, я прошу, вот основа, да, расчета, это стоимость препарата на стадии, скажем, производителя, или на стадии дистрибьютора, на кого? На стадии уже наценки в розничной сети. То есть 50 быть не может, 30 это максимум, 25 это максимум, да. Вот та группа препаратов, о которой мы, собственно, говорим, препараты против гипертонии, она в большей степени какой попадает? В большей степени, я думаю, что это процент наценки 25-23. Вот такая, то есть это до 100 гривен и от 100 до 200. Это наценка 23-25 максимальная. Поэтому здесь могу поверить, что скидка может составлять 10%, но никак не 50. Потому что если наценка 25, откуда может быть скидка быть 50? Это же изначально неверно. Да, интересно. Вы знаете, вот когда у нас что-то вводится, какие-то изменения в такую деликатную сферу, как собственное здравоохранение, как фармация, всегда возникают огромные проблемы, огромные опасения, что это будет сильно проблемно для людей, которые привыкли к определенному ассортименту, которые не хотят, скажем, переходить с одного препарата на аналогичный, но, предположим, хуже и так далее. Когда прозвучала инициатива президента еще в прошлом году о том, что вот такие нововведения будут, тут, естественно, все начали говорить о том, что, а, пропадут дорогие импортные препараты, потому что их будет аптекарям невыгодно продавать, и, б, взлетят цены на отечественного производителя, потому что вот у него там было, грубо говоря, 10 рублей, а референтная цена будет 15, и он к этой цене, конечно же, подтянется, потому что на такой закон рынка. Опасения оправдались? Опасения не оправдались. Многие препараты не исчезли, большинство препаратов, скажем так, не исчезло. Украинские производители цену не повысили, поэтому исчезли те препараты, которые были произведены не по GMP, они исчезли, потому что с 1 марта вступил закон, который запрещает реализацию препаратов, произведенных не по условиям GMP, а не автоматически. Наверное, надо расшифровать, что такое GMP. Ну, это международная система качества, которая, производство препаратов, которая сертифицирована, определены стандарты очень высокие, и внедрение стандартов GMP очень дорогое, так сказать, удовольствие, которое многим не по зубам, поэтому, так сказать, все производители, которые мелкие, они ушли с рынка, потому что это десятки миллионов долларов нужно вложить в производство, чтобы соответствовать этому уровню стандарта GMP. Так, но это то, что касается ассортимента, только то, что касается цен на отечественные лекарства. Значит, отечественные препараты, которые были регламентированы этими референтными ценами, они не подорожали, то есть они подорожали в том, так сказать, пропорциональном соотношении, которое, так, сезонность, подорожание энергоносителей, подорожание субстанций, или же было подорожание вызвано именно подорожанием, ну, так сказать, технологического процесса. Но это незначительно было, то есть это там, ну, 5, может быть, 10 процентов, то есть не было такого подорожания катастрофического. Что касается импортных препаратов, импортные препараты не исчезли, и в полном ассортименте они сейчас присутствуют на рынке Украины. Если, опять же, вспомнить историю опроса, то первоначально была достаточно большая путаница в терминологии, и было обещано, что там чуть ли будут не бесплатные, да, вот лекарства для людей больных гипертонией. Не было ли ажиотажа в этой связи, не было ли недоразумений у тех, а те, которые занимались, участвуют в этой программе? В пилотном проекте на сегодняшний день, я сделаю маленькое уточнение, на сегодняшний день, по данным на 18 февраля, на 18 марта сего года, это данные Держлиг Украины, в Харькове и Харьковской области насчитывается около 1300 аптечных учреждений. Сюда включаются аптеки и аптечные пункты, так как с 1 января аптечных киосков не стало, как класса, значит, это мы говорим об аптеках, аптечных складах и об аптечных пунктах. Так вот, около 1300 на сегодняшний день учреждений фармацевтических, которые имеют лицензию на розгребную реализацию медикаментов. Так вот, в пилотном проекте, по данным уже фармуправления нашего, участвует 298 аптек. Ну 300 пусть будет для круглого расчета. Пускай будет 300. Значит, согласно этим всем указам, люди, которые за этими, так сказать, по этому пилотному проекту закреплены особенные, вернее, определенные аптеки и определенные больницы, которые имеют свои специальные бланки, утвержденные Кабмином, которые выписывают данные рецепты. Вот то, что мы видели в сюжете. Да, да, вот то, что было указано в сюжете. Человек приходит, получает, и он оплачивает только, так сказать, ту цену, к примеру, ну препарат стоит рубль 20, да, он оплачивает рубль, а 20 копеек, это вот получается эта скидка, которую компенсирует государство. Ну вот, я думаю, что максимально, это вот копеек в процентном отношении, это процентов 15-20, то, что может компенсировать государство, не больше, потому что наценка, как я уже сказал, на эти препараты составляет максимум 25%. Поэтому люди, конечно, жалуются, и я подразумеваю и подозреваю, что существуют аптекари, которые изначально закладывают больше цену, и потом, так сказать, люди получают скидку. Почему? Потому что, согласно этому закону, после подписания, закрытия реестров, предпринимателю возмещают, так сказать, компенсируют эту разницу в течение месяца. И многие, кривя душой, уже не хотят участвовать, так сказать, вернее, скрипя сердцем, не хотят участвовать в этом проекте, потому что очень долго возвращают деньги. И сейчас готовится такое изменение к этой постанове, чтобы возмещали данную, так сказать, данную потерю в течение не 30 дней, после подписания, закрытия реестров, в течение 15 дней. Ну, может быть, после этого эта программа пойдет чуть-чуть веселее. Но на самом деле, в этих референтных ценах, вот согласно реестру, на сегодняшний день, исчерпывающий перечень, он насчитывает 247 наименований. Это не только уже препараты от гипертонии, это уже все препараты? Да, все препараты, 247. То есть, фактически, мы говорим о том, что пилот по гипертоникам... Пилот по гипертоникам где-то включает 6-7 действующих веществ, конкретно по гипертоникам. То есть, программа расширяется, да, фактически мы сейчас переходим на референтные цены по всем лекарствам. Но компенсация идет, референтные цены, вы не путайте, пилотный проект и референтные цены. Есть такое умудренное слово, рембурсация, если не так. Да, рембурсация, да. Рембурсация, это и есть компенсация от государства аптекам. То есть, референтные цены будут на все, средневзвешенные. А референтные, в переводе, чтобы народу было понятно, это цены сравнительные. Это сравнительные, те, которые берутся у наших соседей, сравниваются и выставляются, дабы не было... И уже, когда производитель, дистрибьютор завозит сюда, он выставляет ведомости, какая цена должна быть, так сказать, закупочная, ввозная цена и какая не может превышать ту цену, которая будет реализовываться оптичными сетями в розницу. А вот хотелось бы спросить вас, как эксперта рынка, правда ли, что в Украине, собственно, как по мне, потому что я такую информацию слышал, и как по мне, тогда эта программа просто вообще спасения для всех, потому что в Украине цены на лекарства, не скажу на все, но на очень многие, взвинчены по сравнению с Европой, но там чуть ли не в 10 раз. Насколько это правда? Скажу честно, по одному препарату, не буду называть, дабы не вызывать ажиотаж, я лично видел в Европе, он был дешевле ровно в 10 раз. То есть не врут. Да, есть такой препарат, который очень популярен у нашего населения, особенно после инфарктов, поэтому четко ровно в 10 раз он дороже. Вот это единичный случай или все-таки вот там 200 препаратов? Нет, 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 все остальное где-то в Европе немножко все дешевле. То есть, ну, к примеру, ну, давайте сравним такой препарат, как эссенциали, так, форты. В Европе он в среднем стоит 5-5,5 евро, ну, это считайте около 6 гривен. 60, да, извините. А у нас от 80 и выше, кто на что гораздо. Так вот за счет чего так происходит? Это вот жадность как бы наша, или это несовершенство налоговой системы, или почему? Я думаю, что это связано с тем, что дистрибьюторы, которые завозят сюда препараты, работают через офшоры, поэтому изначально цена получается дороже. Только поэтому нужно, так сказать, проследить эту цепочку. И я, так сказать, надеюсь, что введением лицензии на ввоз медикаментов и введением закона об офшорных компаниях, где будут облагаться 10% и будет не очень выгодно, так сказать, завозить через офшоры, я думаю, что изменится возможная цена. Хотя я говорил и говорю, поверить, что в нашей стране что-либо подешевеет в ближайшее время, ну, очень я сомневаюсь. Ну, надежда умирает последнее. Надежда умирает последнее. И будем надеяться, что что-то изменится, потому что на самом деле, действительно, так сказать, наше население переплачивает за медикаменты. Это однозначно. Ну, это чувствует каждый, кто, собственно, время от времени заходит в аптеку. По крайней мере, подозрение. Не все выезжают за рубеж, но что-то такое чувствуется, что какие-то вот цены совсем не украинские уже. Вот еще я хочу о чем спросить. Насколько я понимаю, вот такая уже ковровая бомбардировка по ценам, вот этот список. Насколько это все соответствует, собственно, мировой практике. Потому что, если начинаешь изучать вопросы о референтных ценах, сталкиваешься с тем, что там все-таки есть определенный, ну, скажем так, вот круг основополагающих препаратов и там некий круг еще ближних, дженериков, на которые вот эти вот, собственно, референтные цены устанавливаются. Если препарат, например, продается дороже или он там, да, вот какими-то еще свойствами обладает, то есть он выпадает из категории референтных цен и там человек уже не страховая медицина платит, да, доплачивает, а человек сам идет и покупает за полную стоимость программы. У нас вообще нет ни страховой медицины, ни вот такого вот сложного деления, насколько это все будет, ну, в итоге жизнеспособно. То есть вот такая ковровая бомбардировка по ценам. Ну, вообще, самое понятие и, так сказать, все эти приказы и постановы, они тогда будут жить и приносить людям пользу, когда будет в полной мере введена страховая медицина. Без этого, ну, это полумеры, которые будут всегда натыкаться на какие-то препятствия, которые будут всегда с чем-то не состыковываться и, ну, думаю, что сложно будет выжить данному проекту без внедрения страховой медицины, потому что страховая медицина решит сразу все эти проблемы. Не нужно они будет никому возмещать, это все будет делать страховые компании. И государство уберет роль регулировающего, так сказать, такого своих плеч. Так уже не справляется? Да, оно не справляется, да. Нельзя воздействовать на отчастника никак. Вы вспомните, что у нас, с чем у нас всегда происходило одно и то же. Мы пробовали регулировать цену на дизельное топливо, у нас пропадало дизельное топливо, мы пробовали регулировать цены на мясо, на курятину, пропадала курятина у нас, Юлия Владимировна пыталась говорить, завтра будет по 10 гривен, килограмм, и что она сразу пропала с полок. То же самое с медикаментами. Как только мы будем регулировать всеми этими ценами, регулировка должна быть. Я в этом уверен, во всех странах есть регулировка, но в первую очередь регулирует рынок. Понимаете, в чем дело? А если будет страховая медицина, они сразу определяют, вот человек застрахован, платит страховой сбор, и он приходит в аптеку, у него четко указано, до какой цены он может купить. Есть протокол лечения, в котором указаны медикаменты не на шах. Хочешь дороже, покупай дороже, но сам. За свои деньги, да, пожалуйста. Разумно. Я считаю, что только введение страховой медицины, и все сразу станет на свои места. Но это, по-моему, еще более призрачный, еще хуже, чем снижение цен. Потому что сколько разговоров, сколько лет. Владимир, я думаю, что без страховой медицины наше здравоохранение не выживет. Это однозначно. То есть мы еще проплывем в таком темпе год-два, а потом будет полная катастрофа, потому что нечем лечить, не за что покупать и содержать все эти скорые помощи, все это оборудование, покупать дорогие томографы. Мы будем обречены. Все равно на жизнь заставят перейти к страховой медицине. Мы будем надеяться, что это произойдет как можно раньше, как можно без болезни. Александр, спасибо, что сегодня были нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин